Как проработать самооценку? Самое простое, что можно посоветовать вне для самостоятельной работы, это дневник благодарности. Дневник благодарности. Самое простое, что может делать человек. Это самое эффективное, но оно требует регулярной работы, как впрочем и все остальное. Регулярной работы. И простое, и сложное. Очень часто из-за того, что люди обесценивают в силу того, что не надо делать каких-то страшных, сложных космических расчетов, как-то себя мучить и мочить. Вот просто каждый день в един дневник благодарности. Определив какую-то цифру себе, начинаешь, например, с 7. И дальше, ну, либо каждый день одинаково, либо по нарастающей. Это должно продолжаться минимум месяцев 6. Все, через 6 месяцев вы увидите результат. Благодарить себя за все. За все подряд. За самое маленькое. Благодарить, хвалить. То есть не просто мы механически пишем, а мы пишем, перечитываем и прочувствуем. То есть подключаем чувства, подключаем эмоцию, подключаем картинку к этому. Проникновенно, с воодушевлением перечитываем. За что же мы себя благодарим. Не обязательно за что. За то, что мы сделали что-то сегодня. За то, что мы не сделали. Удержалась от самокритики. Хорошая, молодец, великая женщина. Посмотри, у тебя уже рождается, что там, да? Кого вы в себе растите и так далее. Все работает. Но в силу того, что она обесценивается многими, ой, ну вот просто, да, писать, и значит вырастет самооценка. Сложные техники. На этапе сложных техник отваливаются ленивые. На этапе легких техник отваливаются. Тех, кому кажется, что чтобы что-то проработать, нужно много, долго. И желательно, чтобы ты почти умирал уже на стадии окончания работы. Тогда что-то получится. А так самый, ну такой, самый простой, эффективный. Друзья, те, кто дозрел, созрел, готов наконец-то поработать над темой денег, мы приглашаем вас запрыгнуть уже в последний вагон. Сегодня мы открыли продажи записи. Интенсиво деньги есть, получи к ним доступ. И записи программы «Деньги для взрослых». Выбирайте формат, который вам подходит. Интенсив – это 7 вебинаров, туда входит 12 тем. Такая интенсивная программа, весело, в кайф, не затянута, самая выжимка. Он мне очень нравится. Для тех, кто настроен посерьезней, для тех, у кого есть какая-то база, пожалуйста, «Деньги для взрослых». Туда входит 5 блоков, 34 часа информации. Плюс туда входят шикарнейшие вебинары, вопрос-ответ, которые я проводила раз в неделю. Каждый вебинар шел примерно 2 часа. Мы там разбирали все вопросы, касающиеся денег. Просто все вопросы. Они получились как отдельный тренинг. Поэтому, пожалуйста, выбирайте, присоединяйтесь. И я буду с вами на связи неделю. Неделю я буду отвечать на ваши вопросы. Буду помогать вам на учебной платформе, на которой проходят уроки. Плюс я проведу через несколько дней вебинар для всех, чтобы вам было не скучно. Дам вам стимул, пинок, перышко, вдохновение, кому что нужно, чтобы вы чувствовали себя с поддержкой. Так что присоединяйтесь, знакомьтесь с информацией по ссылке. Я вас всех жду богатыми. Давайте уже вложим усилия, получим знания. И через пару месяцев начнем уже получать больше денег. Больше денег. Нравится внимание мужчин, а я замужем. Это не знание себя. Все зависит от того, наоборот, знание. Вы же с собой поговорили, вы себя спросили. То есть не знание себя и отсутствие контакта с собой, когда женщина или мужчина говорит, ой, ну, у меня нет задачи нравиться. Я просто всем случайно нравлюсь. Это происходит чисто случайно, что за мной ходят толпами. Это все не специально совершенно. То есть одна часть личности в человеке притягивает внимание, а вторая часть личности говорит, это не я, это не со мной. Они сами. Она сама пришла, да, как там в фильме. Он сам пришел. Он сам пришел. А здесь вы честно говорите, я люблю внимание мужчин. Все прекрасно. Посмотрела кучу тренингов, не могу начать делать, не пойму, что делать, куда двигаться. Посмотрела и не могу начать делать. От чего не можем начать делать? В чем трудность? В чем трудность? Там может быть трудность сама на этапе постановки целей. Может быть, вам не нужно ничего на самом деле. Может быть, вас просто совесть мучает, что все чего-то хотят, и куда-то они бегут, а я никуда не бегу. Я тоже должна чего-то хотеть. Нет, не всем нужны деньги, не всем нужны хорошие отношения, не всем вообще нужен рост. Кому-то достаточно, вот как случилось, как оно получилось, и так оно идет по накатанной. И человек пожинает плоды, вот штампует. Один день штампует другой, человек штампует сам себя, штампует свою деятельность. Никакого роста и развития не происходит, и это прекрасно. И не нужно. Не нужно. То есть вполне возможно, что вы просто чужие цели приняли за своим. Не нужно больше. На самом деле не нужно вам ничего больше. Потому что один из индикаторов, конечно, нужно смотреть. Если у нас есть какие-то тяжелые травмы, если у нас есть расстройства и так далее. Это все нужно корректировать. Потому что человек несчастен. Несчастен, это однозначно. Если вы более-менее нормальны, то есть вам с собой так более-менее нормально. Нормально. По-разному бывает. От дня зависит. Опять же, планеты там что-то и так далее. Муж на ухо на уши, на хвост наступил. Но в общем и целом все нормально. Мне с собой живется хорошо. Вполне возможно, что вам ничего и не надо. Если у вас наоборот все плохо. Все плохо. Нет ни одной сферы, которая бы вас устраивала. У вас все плохо. Вы берете эти тренинги кучами. Хочется что-то поменять. Надо. Может быть там какое-то запретное действие. Может быть в детстве родители вам показали, что инициатива наказуема. Вы раз что-то сделали в свою пользу. А вам раз, реально или виртуально, дали по шапке и сказали нет. Нужно пользоваться тем, что есть. Или как родители сказали, так и надо. А вот то, что ты сама там что-то начинаешь. Нет. То есть поступило наказание. И у вас вот в этом затык. Вы не можете начать, потому что что? Потому что что? Вот это нужно найти, поговорить с собой. Почему не начинаем? Чего хорошего мы ищем, когда мы выбираем стоять на месте? Почему мы выбираем стоять на месте, понимая, что у нас на этом месте просто дырка? Дырка даже не от бублика. Да? Гораздо более страшная дырка. Но мы предпочитаем стоять на месте. Почему? Потому что что? Да? Вот это нужно вытянуть из себя. И когда вы вытянете, вы увидите, что там есть что-то эфемерное. Потому что ну просто страшно. Есть что-то необъяснимое, нереальное. Что-то, что осталось из детства. Какой-то испуг. И вы с собой беседуете и говорите себе. Наоборот, будет хорошо, когда ты начнёшь двигаться. Это не страшно. Страшно остаться на месте, понимая, что тебя твоя жизнь не устраивает. Вот что страшно. То есть мы что с собой делаем? Разговариваем. Разговариваем. Каждый раз, когда я говорю, разговариваем с собой, мы разговариваем, включив мозги. Включив мозги. Но так как каждый раз кто-то новенький, или каждый раз кто-то, кто только что откинул люк танка, вытянул голову, я с собой постоянно разговариваю, я себя ругаю. Нет. Разговоры конструктивные. Включаем мозг. Просто ругать себя, но это ни о чём. Это не разговор. Это себя брать, головой в унитаз макать. Образно. Каждый раз. Вместо того, чтобы делать, вы занимаетесь вот этим вот. Поэтому нет. Разговариваем с собой, объясняем себе, что наоборот не страшно. Хорошо. Давай шаг за шагом. Понемножку начни с чего-нибудь. Продолжение следует.